всем доброго дня в первой части мы вам рассказали про то как делали фундамент ставили немножко каркас и сейчас расскажем про каркас и про про поликарбонат значит у нас здесь получается вход теплая дверь поворотно откидаем здесь соответствующее все пропенено и у нас будет второй слой поликарбоната 8 миллиметров и здесь будет пенопаз запененный то есть торцы у нас будут глухие вот эта вся торцевая часть будет глухая сэндвич 4 миллиметра пенопласт 30 и восьмерка там из остатков бронзокоричневый идем дальше и еще самое главное весь поликарбонат закреплен через прокладку видите не к железу чтобы не было мостика холода идем дальше здесь у нас значит перегородка то есть здесь будет стоять вентилятор отсекать холодный воздух когда заходим заходим и выходим из теплицы здесь я еще не докрасил пол немножко не хватило краски вот уже прикупили будет дальше заходим внутрь каркас каркас мы сделали как и образец и как теплицы высота здесь получилось стен метр плюс 2 10 и того 3 10 высота общая арки все разные это стоит фермер это фермер гип вот следующий это получается скрипыш и вот это арочная просто один торец вообще полностью глухой его сейчас тоже будут закрывать зашивать пенопластом снаружи и закрывать поликарбонатом все это будет герметиться и пенится дальше идем внутри все обшито 4 поликарбонат первый слой здесь вот эти все места здесь будет ставится подоконник и это место будет пропениваться и подоконник сайт будет здесь красиво для цветов будет на 200 на 200 получается подоконник и будет здесь все красиво запенено все отлично вот такой практически огромнейший дом получился про монтаж поликарбоната расскажу попозже сейчас ребята его готовят все вот видят перфорента торцовой даже закрыто осталось здесь двери зашить даже двойной будет супер так проветривание поставит и мешает им дверь проверить сейчас они готовят первый лист это десятка кристалл недорогой поликарбонат нам главную функцию нанес что 10 миллиметров видите соток сейчас накидывать будем его наверх накинули первый лист временно для чего сейчас вровень вот так вот будем прикладывать поликарбонат здесь чтобы по дуге его обрезать а потом этот лист будет выступать вот так где-то грунтом его будет двигаться потому что здесь вот до арки видите сколько какое расстояние здесь будет база-окрышка стыковочный профиль стыковаться поликарбонат между суток будем делать вот этот торец потеплять размещать получается такой сэндвич двойной сейчас происходит утепление то есть торца это рец северная сторона глухой пирог получается 4 миллиметра поликарбонат пенопласт 3 миллиметров и поликарбонат бронза 8 миллиметров почему бронза потому что это остатки у нас были обрис так как мы ставим для собственных нужд вот такой вот восьмерка честно внутри покажу вид как получилось видите видите на пост изнутри потом будет вот так же как здесь это стена отражающие утеплитель светоотражающий отклеивается торец помочь и потом вот там вот вставлю окно ставим окно проворотно-откидное для проветривания лучшего что теплица будет и летом даже эксплуатироваться и зимой накрыли значит смотрите какой у нас пирог получается это вот 10 миллиметров поликарбонат первый слой 4 миллиметра потом идет брусок получается воздушная прослойка такой пирог нигде мустиков холода нет а так как все идет крепление поликарбоната через брусок 30 на 40 со всех сторон в торцах тоже значит покрытие самого двойное 4 плюс воздушная прослойка плюс 10 миллиметров дверь теплая заходим внутрь что мы видим то есть северная у нас полностью лухой с улицы 8 миллиметров потом брусок потом пенопласт 30 миллиметров внутри 4 миллиметра поликарбона вот здесь будет окно поворотно-откидное теплая каменная стеклопакет вот эта стена северная низ у нас здесь идет также пенопласт утепленная 30 миллиметров видите да недоверно вот это вот стена перегородка просто двойной поликарбонат две четверки здесь отделение у нас полностью закрыто с пенопластом тоже двойной поликарбонат здесь стены и здесь оставили специально чтобы было светло вот такая система теплой теплицы следующий этап у нас будет уже грядки сейчас поставили стеллажи вот такой формы с проходами по краям 500 по центру 600 снизу будет ряд полка и сверху будут уже грядки высотой до 30 сантиметров потом будет освещение электрика и отопление отопливать будем конвекторами и тепловой пушкой арки у нас здесь поставлены просто как образец четыре вида арочная 3м крепыш 3м фермер фермер вип перегородки сделана дверь двухстворчатая тоже будет с двух сторон обшиваться для отсечки холодного воздуха вот все напоминаю высота у нас получилось теплицы если брать от пола 3100 пол утепленная плита стены тоже утепленная плита покрасили все красиво подведем итог второй части установили каркас покрыли поликарбонатом закончили лицевую часть тут у нас запенили и плюс специальным герментиком прошли чтоб пена не разрушает здесь такой небольшой отлив заходим внутрь поликарбонатом обшили каркас поставили все утеплили стену обшили от отражающей и начали потянули троса и начали подключение электричества то есть у нас все заведено 220 здесь специальные прожектора но это в следующем и про них расскажем сейчас у нас все готово к заезду кроме вот этого окна все проверили испытали тепло запустили датчики поставили все держит очень жарко и хорошо у нас такой небольшой блок это у нас таймера на освещение автоматически программируемой это механический по времени вот розетки соответствующие и датчики еще который чем другой теплицы теплица получилось шикарно и осталось привезут нам еще грядки следующем фильме расскажем какие у нас будут грядки какое освещение электрика также у нас здесь будет стоять емкость она уже стоит здесь солнышко теплая пока у нас бутылках вода греется чтобы она теплая емкость на 300 литров и об этом расскажем вам в следующем фильме сейчас мы ее все уже сделали практически теплицу с лампочки у нас везде будет висеть без светки вот сейчас теплицы плюс 20 видно плюс 20 градусов без обогрева без ничего вот такой конвектор и отключал на ночь все держит это он всего лишь на пол киловатта мощные фитосветильники обычное освещение потихоньку у нас идет к завершению вся эта строительная эпопея уже надо перевозить сюда рассаду и выращивать в полный рост кому если понравилось пишите замечания комментарии ставьте лайки палец кверху все супер всем пока пока немного про рассаду вот эта теплица у нас который до метра десяти здесь у нас растет уже вот такая вот рассада огурчики там же помидорчики это наша теплица на работе которая ранняя и поздняя можно так сказать выйти тут эксперимент провел оборвал пасынки эти какие корневища красота будем пересаживать вот еще каждому мне тут баночки скляночки перцы смотрите как покраснели это под фитолампой клубника надо и сейчас ничем не подкармливали сейчас мою ножичка подкормим что еще вот еще клубника тут аромат такой заходишь помидорки вон там черри здесь помидорки уже едим каждый день огурцы везде еще петунья он подайте петунья какая красота цветет тут в этом уголке цветочки и везде огурцы помидоры солдис так вот герольт смотрите какие красивые гладкие огурчики там вверху висят то есть как бы потихоньку каждый день вот это банановые ноги от партнера еще классно обалдеть помидорки осенью прям еще потому что уже на улице бывает минус а у нас здесь тепло хорошо ведь автоматически пушка включилась снизилась 19 6 стоит на 22 сейчас поднимется и выключится такая красота грузьями летом делал эксперимент сетку натягивал специально виде тут как они как гурусы как виноград росли свисали супер вот на этом всем пока до новых встреч грозня 3 каждый день прихожу их их срывая и кушаю а я